Это послание называется «Я все еще здесь». Или три причины, три жизненно важных, ключевых причины, почему нам с вами, верующим людям, нужно любой ценой, во что бы то ни стало, хранить наши сердца в огне любви к Господу. Аллилуйя! Итак, мы начинаем, дорогие. Конечно же, я хочу начать с этой истории, которая просто потрясающая. Я, по-моему, не могу найти лучшей иллюстрации о верности Божьей и верности человека. В одной церкви был никому неизвестный человек по имени Джимми. Все, что о нем знали, это то, что его звали Джимми. А еще то, что он очень странно молился. И когда пастор призывал людей к алтарю, чтобы помолиться о посвящении или о чем-то еще, выходил Джимми, и его молитва звучала вот так. Господь, Джимми здесь. Господь, Джимми здесь. И вот однажды, когда пастор проповедовал в очередной раз и вызвал людей, он обратил внимание, что Джимми не оказалась в церкви. Ему сообщили, что Джимми очень срочно был госпитализирован. Что-то очень серьезное, угрожающее жизни. И, конечно же, пасторское сердце было тронуто. И он поехал быстренько, нашел и поехал в больницу. Когда он зашел в палату, он увидел пустую кровать. И, конечно же, самые неприятные мысли посетили его голову. Хотя на очень короткое время. Потому что зашел врач и говорит, вы знаете, мы не знаем, что произошло, но Джимми абсолютно сверхъестественно, у нас нет объяснения. Но нам пришлось его выписать, потому что не нужно было никакого лечения. И уже потом. Сам Джимми рассказал пастору историю. Когда он лежал между небом и землей, между жизнью и жизнью вечной. Аминь, потому что для праведника нету смерти. Он говорит, я увидел, как в комнату зашел сын человеческий, в белых одеждах, этот знакомый и родной силуэт. И он сказал три слова. Джимми, Господь, здесь. Аллилуйя. Он был мгновенно исцелен. О, Боже. Поэтому, дорогие, я сейчас хочу просто кому-то сказать, вот как вступление небольшое, что бы ни происходило. В этих словах я все еще здесь. Есть так много силы. И мы уже по обыкновению в комментариях пишем, да, свои имена. Светлана здесь. Тамара здесь. Юля здесь. Олег здесь. Андрей здесь. Женя здесь. Оксана здесь. Напишите. Господь, я здесь. Аллилуйя. И есть столько силы в этих словах, когда ты смотришь просто, вопреки обстоятельствам. И ты говоришь, а я буду верить. А я буду надеяться. И я знаю, о чем я говорю. Потому что были у меня такие обстоятельства. И мне нужно было смотреть сквозь эти обстоятельства. О, Господь. Это нелегко. Но это возможно. И поэтому мы так, мы уделяем время поклонению. Потому что в поклонении ты просто поднимаешься в это измерение Бога. Когда Господь зажигает твое сердце. И вы помните, когда ученики шли с Иисусом Христом по дороге в Маус. И Иисус к ним присоединился. Помните? Их глаза были удержаны. И они не узнали его. Но потом они говорят, это же Господь. Не горели ли наши сердца? Когда наше сердце горит, наши глаза способны видеть невидимое. Поэтому, дорогие, вот почему это послание сегодня так важно. Чтобы нам видеть невидимое. Чтобы нам совершать невозможное. Чтобы нам идти против обстоятельств. Против течения этого мира. Соблазнов и искушения. Нам просто жизненно необходимо, чтобы наши глаза видели то, что не видят люди этого мира. А для того, чтобы глаза видели, сердце должно гореть. Именно поэтому в Риме нам написано, помните, духом пламенейте. И только потом Господу служите. Аллилуйя. Потому что невозможно без пламенеющего духа служить Богу живому. Служить в духе и истине. Да, конечно, мы можем какие-то исполнять религиозные обряды. Не горя в духе. Но зачем? Но зачем, да? Зачем же, Господи? Особенно зная, что мы живем в последнее время. О чудесный Господь. Итак, дорогие, небольшое слово об этой силе надежды. Когда мы приходим, и такое впечатление, да, что все против тебя. И этот великан стоит, и угрожает, и... Это тяжелое время. Возможно, кто-то из вас его переживает. Знаете что? Тут поднимается сила надежды. Когда ты говоришь, а я здесь, а я буду надеяться, а я все равно буду надеяться. Потому что, знаешь что? Тебя и твоего Бога кое-что связывает. Знаешь что? Его обещания, Его Слово и Его верность. Поэтому в такие моменты оклянись. Он никогда не оставил тебя. Он довел тебя до этого места. Ничем твой Бог не отличается там, от твоего Бога здесь. И вот о силе надежды, иллюстрация, которая буквально разорвала меня. На прошлой неделе я прочитала. Итак, было проведено исследование на крысах. Не знаю для чего, но по крайней мере у нас есть такой крутой пример про силу надежды. Крыс опускали в водоем. В среднем, каждая из них могла держаться на воде 15 минут. И потом шла вниз и тонула. Однажды взяли одну крысу в очередной день опытов. И когда она начала тонуть, ее подняли, а поставили на сушу, дали передохнуть. И опять опустили в воду. И внимание, после этого та же самая крыса смогла продержаться на воде. 60, вы не ослышались, 60 часов. И ученые обнаружили потрясающее открытие и откровение, которое сегодня становится удивительной духовной иллюстрацией. Смотрите, эта крыса знала, что ее выпустят, что ее поднимут и спасут. И поэтому она ожидала. И эта сила ожидания буквально влилась в ее тело. И она держалась на воде, она плавала 60 часов, пока ее, конечно же, не выпустили. Дорогие, не подняли из воды. Дорогие, сила надежды, жакорь, который не позволяет тебе сдвинуться с места. Я надеюсь, надежда это ожидание, это позитивное ожидание. Когда ты стоишь на остановке или там на метро, все люди, как правило, повернуты в одну сторону. Вы обращали внимание на это? Да? Это какое-то особенное положение шей, взглядов в одну и ту же сторону. Почему? Мы ждем, мы надеемся, мы знаем, мы ожидаем. Вот-вот должен прийти поезд. Халлелюя! Итак, дорогие, вот эта надежда, это как первый шаг к тому, чтобы сердца горели, чтобы нам не ожесточаться во имя Иисуса. Аллелюя! Сблизься же с Ним. Итак, я зачитаю эту фразу, которая стала ключевой в этом послании. Любой ценой храни свое сердце в огне для Бога. Это спасет тебя и убережет от величайшего обольщения последнего времени. Результатом чего будет отступление от Бога, даже избранных. Все очень серьезно, дорогие, поэтому давайте слушать сердцем. Аллелюя! Сблизься же с Ним. Это написано в Иова 21 главе. И будешь спокоен. Я помню, однажды молилась, и Господь мне сказал, почему так мало моих детей приходят ко мне. Я жду их на пространном месте своей славы. Аллелюя! Сблизься же с Ним, дорогая церковь. Пришло время сблизиться с Ним, ходить близко к Твоему Господу. Почему? Потому что иначе сердца ожесточаются, потому что иначе мы находим оправдание, мы придумываем причины, мы придумываем доктрины, мы даже пытаемся объяснить это кому-то и научить новое поколение тому, чему нас кто-то тоже научил. А Господь говорит, почему? Ведь я же готов вам дать свой живой хлеб, ведь я же уже все написал о себе. Близко ходи ко мне, и ты не будешь подвержен этому искушению во имя Иисуса. Аллелюя! Итак, драгоценные, первая причина, почему нам так важно сблизиться с Ним. Аллелюя! Потому что только когда мы ходим близко к Нему, мы можем исполнить свое предназначение. Никак по-другому. Я уже об этом упомянула. Когда мы просто находимся в каком-то религиозном движении, и мы привыкаем к каким-то служениям, собраниям, общению, у нас есть такое искушение, да, больше уже вовлечься и просто выполнять какие-то функции. И это становится просто религиозной деятельностью, религиозным обрядом. Но мы же говорим о служении в явлении духа и силы. Но мы же говорим о чем-то подлинном, правда же? Но мы же говорим о том, что привлекает людей, что пленяет людей. И как в Ветхом Завеке написано, что люди будут хвататься за полуодежды и говорить «С тобой Бог! с тобой Бог!» Мы же говорим об этом. Так вот, вот это живое служение не буквы, но духа, оно возможно только духом. Именно поэтому нам нужно ходить близко с ним, близко с духом святым, след в след с нашим Господом, потому что только тогда мы исполним нашу Богом данное предназначение. И я люблю эту фразу «У нас есть только одна жизнь здесь на земле, только один шанс прожить эту земную жизнь так, как угодно Богу». Аллилуйя! Поэтому, чем ближе мы к свету, тем ярче мы отражаем его свет, тем ярче мы демонстрируем его реальность. Дорогие, хочешь служить Господу, ощущаешь призвание на себе, у меня к тебе номер один простая подсказка, простой лайфхак. Близко ходи с Ним, просто гори огнем любви к твоему Господу, и ты не ошибешься, и Бог обеспечит все, чтобы ты исполнил Его волю. Аминь. Перебегаем на второй пункт. Почему так важно любой ценой хранить в сердце огонь любви к Господу? Почему? Потому что только так мы сможем находиться в постоянной связи со сверхъестественным обеспечением и вмешательством Бога. Это очень важно. О, дорогие, сколько ложных доктрин сейчас, сколько людей, которые, Боже, если неверующему человеку скажешь, вот Бог сегодня он тебя благословил, завтра он решил тебя наказать болезнью, он решил забрать твоего ребенка. Любой человек, не служитель, даже не церковный, он скажет, э, стоп, подождите, подождите, я не сюда попал. Что? Бог? Я буду служить Богу, который сегодня меня благословил якобы, а завтра заберет моего ребенка? Подождите. Это, это так понятно. Но почему-то мы из-за того, что перестаем ходить близко к Нему, потому что перестаем сверять свои сердца с Ним и с Его Словом, мы начинаем придумывать абсолютно непонятные, нелогичные, противоречивые Богу доктрины. А у меня вопрос. А ты спросил у Бога, почему ты не исцелился? Ты спросил, ты пошел к Нему? Ты, ты уделил время? Ты посвятил время, чтобы на самом деле услышать Его? Не твою доктрину, которую ты был научен 30 лет назад в твоей церкви при всем уважении, при всей любви к Божьей церкви. Но, дорогие, сегодня то время, если мы хотим жить в этом потоке Божьего вмешательства, и мы хотим жить в Его защите, в Его покрове, мы хотим прожить полную жизнь, аминь, а не быть украденными в 30, 40, 50 лет, уйти из жизни раньше, да, пойти к Нему, но не исполнить призвание, потому что просто тело не выдержало какой-то болезни или немощи. Дорогие, поэтому у меня личное убеждение, хотя у меня много тоже вопросов, и не все вопросы отвечены, но у меня четкое убеждение и понимание, и Бог это сказал. Вас зови, и я отвечу, воззови, и может быть я намекну, поймешь, не поймешь, а там себе додуман, нет, 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 воззовешь, отвечу, придешь помолишься, найдешь меня, я отвечу, и я скажу тебе, дорогие, во имя Иисуса, если мы хотим жить в этом потоке Божьего вмешательства, нам надо гореть по Нему, нам нужно не верить ложным доктринам, потому что, что это за поклонение Богу, от которого ты не знаешь, что ожидать, что это за служение Богу, это же лицемерие, нет, 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 я лучше приду и скажу Богу напрямую, все, что я думаю, я ощущаю, но я дождусь его вмешательства, и сквозь крик и агонию Бог вмешивается и говорит. Буквально сегодня я слышала пример удивительного, всемирно известного служителя Крэга Грашелла, который является автором этого приложения YouVersion, Байбл, который там уже миллионы людей ее скачут, это сверхъестественно, и он говорит в момент величайшего потрясения, когда все буквально рушилось, он говорит, я орал, я кричал, я говорю, Бог, почему? И среди этой агонии догадайся, что? Бог дал ему четкий ответ, четкое понимание и четкую стратегию, что делать. А ведь он мог поступить по-другому, а ведь он мог придумать себе, а, наверное, Господь передумал, наверное, у него какая-то, какая-то замысловатая идея, какой-то замысел, вот в этом моем потрясении, болезни, разочаровании. Дорогие, поэтому, мой простой совет, пожалуйста, давайте не поддаваться соблазнам, давайте бежать к нему напрямую, говорить, Господь, я хочу разобраться, Дух Святой, помоги мне, открой мои глаза. И много примеров, я их уже приводила, вы можете просто на наш канал YouTube зайти, Аксамита, где я рассказываю о наших личных примерах вот этого хождения с Богом, когда горящее сердце по Богу, не позволяло мне ожесточиться, не позволяло мне обидеться, Боже, почему, нет, я наоборот бежала не от него, а к нему, и я добив, достукивалась, а другими словами, не то, что Бог от меня закрылся, сердце мое было ожесточено, но когда я позволяла ему растапливать мое сердце, я всегда слышала ответ, я всегда понимала, это была духовная атака, тут надо просто взять пост, тут надо помолиться, тут надо смотреть глазами веры, понимаете, и я всеми силами, я, чего бы мне это ни стоило, я стараюсь хранить мое сердце в горящем по Богу, в любви по Богу, и это залог того, что Бог проведет, что Бог даст стратегию, что делать и что не делать, как молиться, а как не молиться, аллилуйя, слава Господу, это был второй пункт, и третий пункт, я думаю, что последний пункт, почему нам так важно хранить наши сердца в любви и в огне по Богу, только так, дорогие, и только так мы сможем уберечь себя от соблазна и искушения в последние дни, и Иисус говорил, помните, что во многих охладеет любовь, и это на самом деле очень опасно, это на самом деле очень страшно, сейчас мы смотрим на то, что происходит в этом мире, на эти замыслы, да, каких-то мероправителей, тьмы векасево, как Библия их называет, и мы понимаем, что-то готовится в этом мире к величайшему соблазну и обольщению людей, помните, написано, что даже избранные будут обольщены, и в трезвом уме, в здравой памяти мы не можем представить, как можно поклониться числу зверя или зверю, мы не видим этого всего, как это будет, но ведь Библия написана, что люди будут ему поклоняться, и даже избранные обольстятся и отпадут, Господи, именно поэтому я верю, дорогие, что Бог снова и снова и снова пробуждает нас, пленяет нас с собой и говорит, чего бы тебе не стоило, храни свое сердце в любви, в этой первой любви, в этой простоте, чтобы не соблазниться, дорогие, вы, наверное, многие, как и я тоже, я только недавно узнала, что когда змей в бытие, помните, змей подошел к Еве, чтобы ее обольстить, там не просто подошло такое присмыкающееся к ней и вдруг заговорило человеческим голосом, нет, 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 это слово змей, сейчас, секунду, я хочу зачитать, в еврейском звучит накош, и оно связано с именем существительным, с глаголом и с прилагателем, и мы можем полностью прочитать, так что же подошло к Еве, сияющий, обольщающий змей, дорогие, я хочу тебе сказать, без горящего сердца, без сердца влюбленного в Бога и доверяющего ему, несмотря ни на что, и вопреки всему, у нас будет очень большой соблазн обольститься и прислушаться, и услышать не то, и не расслышать его посреди множества голосов этого мира, и сейчас мы понимаем, что происходит, делать или не делать, ехать или не ехать, оставаться или не оставаться, и так далее, и так далее, и это будет усугубляться, дорогие, поэтому, пожалуйста, что бы ни стоило, ходите в духе, ходите по духу, с Духом Святым, помните, он говорит, что он напомнит вам все, что я сказал вам, дорогие, в самый какой-то ответственный момент, когда ты не знаешь, что делать, Дух Святой призван, чтобы быть с церковью здесь, до самого последнего момента, пока Иисус не заберет нас, слышишь, это его роль, напомнить тебе, в самый момент, когда ты не знаешь, что делать, он здесь, просто скажи, Дух Святой, напомни, что мне сейчас делать, и он четко тебе скажет, слышишь меня, только главное, ходи по духу, ходи с ним, ходи близко с ним, аллилуйя, горящее сердце, как я уже говорила, помните, открывает глаза, аллилуйя, и теперь, заключительная мысль, все, что мы только что с вами обозначили, все, что мы только что сказали, эти три характеристики, эти три момента, почему нужно хранить сердце горящим, знаешь, это все обедняется в одном простом слове, поклонник, Бог ищет сегодня поклонников, в духе и истине, поклонников, влюбленных в своего Господа, зажженных любовью по нему, поклонников, которые настолько увлечены, да, как жених и невеста, когда вы пишете друг другу смс, я помню, иду, спотыкаюсь, чуть ли не падаю, но я вижу, смс-ка пришла новая, халлилюя, от моего жениха, и я ее читаю, а потом перечитываю, а потом и наизусть учу, там и стихи были, в общем, не было, что читать, конечно же, слава Богу. Дорогие, когда ты поклонник, ты любишь слово Господа, и когда придет кто-то, какой-то обольститель, и начнет тебе говорить, не-не-не-не-не, не сейчас, Бог исцелял, да, но сейчас не совсем, ты скажешь, эй, мой Бог, написал другое в своем послании любви, и я знаю, истинную правду. Дорогие, поклонник, ради своего любимого, будет делать абсолютно дикие поступки, а это и есть жизнь веры, аминь, когда вопреки всему, ты идешь, и ты побеждаешь, и ты проходишь, аллилюя, это все о поклонении, он знает близко того, кому поклоняется, и он не спутает его голос, ни с чем, ни с кем, аллилюя. Дорогие, и так еще раз таки, три пункта, только горя любовью по Господу, ты сможешь исполнить свое призвание в духе и истине, только горя любовью в сердце по Господу, ты сможешь всегда находиться на связи с Ним и всегда рассчитывать на Его сверхъестественное вмешательство, и только горя любовью в сердце по Твоему Господу, ты можешь уберечь себя от величайшего обольщения этого мира. во имя Иисуса Христа, аллилюя.